приветствую всех любящих господа пусть мир божий наполнит каждого из вас и пусть слава его святого присутствия которая наполняется землю также касается и ваших сердец братья и сестры и наполняет вас всех еще более и более вот сейчас только стал записывать это видео и вижу как голубой орел прямо взмахивает сильно крыльями и дает мне понять что сегодня будет перемещение ищи на хадыке ах это что буду видеть буду отдавать вам для славы всемогущего нашего господа и спасителя и шо царя славы отца сына и духа святого дух святой он также как и материнский дух нежный любящий как ласковая заботливая мама и 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 со своим другом с голубым орлом я начинаю быстро и сильно перемещаться прямо по небу махамея хахая я вижу перед сам перед собой очень необычный свет сильный цвет такой ярко насыщенный свет и голубой орел мне говорит смотри и поклоняйся я вижу как мы стоим с ним прямо на небе я вижу как этот свет очень сильный свет направляется прямо к нам мы находимся на облаке очень большом и на это облако вступает сам господь еще и от него исходит такой яркий и сильный мощный свет господи мы преклоняемся пред тобой господь весь белых одеждах и он сильно пристально смотрит на меня так смотрит что чувствую все свои вообще греха у нас перед ним и он не говорит игорь это будет особенный день сегодня для тебя и для многих сегодня ты будешь перемещаться моем духе ровно семь раз полнотою в полноте и я буду показывать тебе моих святых я буду открывать через них тебе правду и я буду извещать слова воли моего отца и моей воли макимы к к к к к к х и господь мне говорит сейчас ты начнёшь перемещаться в этом первом видении вместе со мной И дух откровения в виде голубого орла Будет всегда и везде следовать вместе с тобой И мы начинаем стремительно перемещаться И мы летим, я вижу много мерцающих огней Но почему-то темно, но света очень много из-за мерцающих огней И Господь говорит, ты видишь сейчас под собой свою родную землю Украину В своем большинстве она находится еще во тьме Поэтому ты видишь только мерцающие огни, как бы ночью Эти огни, говорит мне Господь Это те, кто оказался на этой земле, мне верен до конца Они день и ночь ходатайствуют за свою землю И за спасение своего народа Это те, кого я сейчас поднимаю в армии В моей армии Они пойдут во главе моей армии Они больше, чем ангелы мои Это ходатай моей славы Я поднимаюсь здесь, на этой земле Особенных людей, говорит мне Господь Они будут изливать полноту моей славы на Украину И потом эта слава потечет через Украину во многие другие страны Тьма скоро падет над Украиной, говорит мне Ишо И скоро люди перестанут уповать На человека Украина уже судима мной, говорит Господь Давай спустимся, говорит он мне Я тебе сейчас что-то покажу И мы спускаемся с ним прямо на землю Я вижу город большой И Господь мне говорит, это Киев История этой земли, говорит мне Господь Хранит очень много В себе тайн И здесь было совершено много колдовства и культизма И много было похоронено людей заживо Совершались колдовские обряды И еще когда Русь наименовала себя древней И Киев был столицей всего государства Российского, говорит мне Господь Ишо Здесь совершались многие-многие колдовские обряды Поэтому Украина сейчас переживает Такие жестокие времена И это поколение, которое сейчас живет на этой земле Так же переживает эти времена Киев Киев это один из главных городов Эти беззакония сейчас усилились еще сильнее Поэтому Украина стоит под таким произволом Ибо Киев считается сейчас столицей Украины А не российского государства Киев в своем беззаконии Во всей своей истории, говорит мне Ишо Переживал тихчайшие беззакония и колдовские ритуалы В этом городе и в этой земле, говорит мне Господь Практиковалось множество магических обрядов Здесь вызывали мертвых Здесь закапывали живых Здесь убивали много невинных людей И здесь записывались приговоры многим и многим людям Которые высвобождались по всем славянским государствам И сейчас по Украине, говорит мне Господь Идет демоническое шествие Этих бесов, демонов древних Которые знают, что им скоро наступит конец И поэтому так беззаконие восстало над Украиной И сейчас я скажу, что делать с этим Передай это народу, говорит мне Господь И каждый, кто примет слова мои, будет блажен И Господь говорит До конца 77-суточного поста Впереди еще месяц И я хочу, чтобы весь народ земли, верующий в мое святое имя поднялся Который живет на Украине, в России и в других соседних государствах За то, чтобы поднялся верующий род, род ходатайствующий И в течение всего сентября месяца молились За полное разрушение магии и колдовства, которое совершалось в городе Киеве За все века и столетия Чтобы они провозглашали полное разрушение этого зла И это зло начнет разрушаться, говорит мне Господь Ешо Если верные будут едины и будут вместе ходатайствовать за это Передай это послание Я вижу резко, прямо, как Киев весь начал сиять Сиять от огня Божьей славы Я вижу это в духе Господь смахивает своими руками И этот огонь разгорается еще сильнее Я вижу, как с Киева просто бегут Панически бегут бесы, демоны И Господь мне говорит Я собираю на Украине войско Могучее войско Которое двинется с Украины по всему лицу земли И будет собирать мою золотую жапу И складывать ее в снопы И сномапам этим не будет ни конца Не края Они будут как большие золотые переплавленные слитки Машина Киев Которые Я уже начинаю собирать в моем царстве Это души тех, кто почтит меня в духе истине Амин Друзья Это касается верующих Кто понимает, о чем здесь речь Будем молиться За это в сентябре конкретно У кого есть какие-то грехи Быстрее разбирайтесь с ними Чтобы ваши молитвы были услышаны Ваши провозглашения Ибо Господь слышит чистых сердцем И презирает на тех, кто праведен перед ним Все очень серьезно Пусть всякие лжедоктрины Всякие религиозные лжедоктрины И всякая другая мишура Всякое пустое ложное учение Всякая ересь Пусть это все будет разрушено Давайте войдем в славу нашего всемогущего Бога Господь дал это обращение Не только для моей земли Для меня, где я живу на ней Для всех украинцев И других национальностей Проживающих на Украине Он дал этот призыв Многим и многим из вас Кто будет сегодня смотреть это видео Кто живет в соседних государствах Рядом с Украиной Это касается нас всех Это боль не только моей земли И моего народа Это боль и ваша Потому что через единство Родается сила и слава всемогущего Отца Будьте благословены Во имя Ищего Царя Славы Амин Большое-большое шалом Дорогие друзья Сейчас немножко поправлю камеру Такое присутствие Чувствую прямо как Накрыло меня Аж тяжело даже говорить Такое состояние Когда видел Игоря Иванова Что одно слово Ошибочно сказал Такое состояние Что Даже Не могу объяснить Тяжело говорить Пусть Господь благословит Каждого из вас Четвертый раз Вас еще раз приветствую За сегодняшний день И ожидаю Что Дух Святой Побудил записывать видео Что будет далее Я не перемещаюсь Я вижу как открывается сильно дверь В мою комнату Где я сейчас нахожусь молитвенную И в комнату заходит муж Я его уже видел И я его сразу узнаю Это Моисей Это пророк Моисей Моше Я вижу как он вот так поднимает руки И начинает петь И он мне говорит Игорь Пой вместе со мной Пой на языках Субтитры создавал DimaTorzok И Моисей И Моисей мне говорит Это песня Поднимающегося пророческого Войска По всему лицу земли Эту песню Мой отец посвящает им Говорит Моше Пой вместе со мной Через эту песню Будет сходить благодать От престола Отца Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok Моисей подходит ко мне И пристально смотрит на меня И сильно-сильно улыбается И ложит свои руки Прямо на голову Мне Я прямо чувствую И он мне говорит Передавай то помазание Которое сейчас Изливается на тебя С небес Людям Которых избрал отец Эти люди будут смотреть Это видео Говорит мне Моисей И они почувствуют Это помазание Оно просто Начнет сильно их касаться И некоторые будут переживать Очень сильную скорбь Скорбь сердца Отца И он мне говорит Передавай то в песне Которая будет чечь Из твоих уст Святым Духом И они Ла-ла-ле-ле-ле-ме-я-рус Ха-ла-бай-рус Принимайте огонь славы Пророческая слава От Отца Это Его престола Во имя Ишо Его сына Амин Амин И Моисей мне говорит Мой отец приготовил сюрприз И я вижу как в комнату заходит еще один мужчина Он выглядит молодо Он очень красивый И вся его одежда Она просто переливается Цветами радуги Разноцветными камнями И Моисей мне говорит Это пророк Боб Джонс Которого мой отец Совсем недавно забрал к себе И Моисей мне говорит У некоторых есть неясности И они неправильно Истолковывают пророчество Которое мой отец Давал через Боба Джонса О том Что будет война Которая начнется С южных мусульманских государств И Боб Джонс Сейчас будет говорить К тебе лично Игорь Слушай его И Боб Джонс говорит Сильно улыбается У него очень сильная улыбка Ты ему арабыки И он говорит Украина вся будет сиять В огне пророческой славы И эта слава сойдет на Россию И в России начнется зарево Очень сильного обильного пробуждения И это пробуждение перекинется На многие славянские государства Говорит мне Боб Джонс Южные мусульманские государства Будут так же воевать Но вся мощь Говорит Боб Джонс И вся сила Нечистоты Сила зверя антихриста Она выйдет из России Которая будет завоевывать Много и много Последние дни земли И многие неправильно Истолковывают то пророчество Которое давал Когда ангел назвал меня лжецом Это пророчество давалось на то время И понимание было Времени и измерения того Что Россия погрузится в пробуждение Которое выйдет с Украины Но все это будет продолжаться Недолго Говорит мне Боб Джонс И людям сейчас Как никогда Говорит Боб Джонс Надо запасаться Елеем славы Отца Славы Сына Славы Духа Святого И это будет не то пробуждение Которое ожидают многие Затем Когда Грядут определенные скорби Наводнения Пожары Потопы Катаклизмы Они будут посещать Почти всю землю Россия начнет подниматься В нечестивой славе Славе Зверя и Антихриста И она явит свой оскал По всему миру И пробуждение будет недолгим И пройдет немного времени И скоро многие и многие из вас Это поймут И то что вы сейчас слышите Говорит мне Боб Джонс Что слава для грядущих Поколений готовится И все остальное Это все чистейшей воды Ложь Время приближается К последним временам Молитесь о ваших детях Говорит Боб Джонс О ваших внуках Правнуках Чтобы они устояли Во время предопределенное Для них Чтобы они не преклонились Пред нечистотой Которая явится Через Россию По всему лицу земли Амэн Я вижу Как мои сесть Боб Джонсом Сяли за руки И они начинают Танцевать танец Потом они Отходят друг от друга И я вижу Они начинают Танцевать Необычный танец Те уже Которые я видел Как танцевал Енох И Давид Они очень похожи И Моисей Поворачивается Ко мне В танцы И говорит Поднимаются Пророки Которые будут Танцевать Пророческие Боевые танцы Это послание Очень важно Говорит мне Моше Моисей Передавай это Народу Дух Святой Будет сам Учить танцевать Эти пророческие Танцы Они будут Изливаться Через тех Кто призван Через эти танцы Будет приходить Прорыв Свобода Исцеление Чудотворение Рамакекех И поднимается Пророческое Войско Которое будет Танцевать Эти боевые танцы В духе истине Говорит мне Моисей Ахарамакеха Хорору До Тора Амин Моисей С Дов Джонсом Прекратили танцевать И они начинают Оба петь Они поворачиваются Мне Как бы В одно мгновение И оба Говорят В один голос Пой вместе с нами И через эту песню Которую ты будешь Сейчас петь Вместе с нами Будет Высвобождаться Елей Сладчайший Елей От престола Отца В славе Сына В славе Его пролитой крови В славе Духа Святого И каждый Кто примет Сейчас эту песню Будет благословен И на людей Начнет сходить Очень сильное Присутствие От Отца Я вижу Как они начинают Петь Дух Святой Сильно Меня касается Субтитры Субтитры Аминь Вот это да Уходинек Для меня Сегодня Конечно Сил нету Но Пусть Господь Укрепит Еще как Он открыл Я верю Если Он сказал Он сделает Еще Впереди Сегодняшнего дня Три посещения Будьте благословены Друзья Аминь Еще раз Приветствую всех Пятый раз Уже сегодня Приветствую Слава Господу Слава Тебе Господь Аллилуйя Тебе Честь Тебе Величие И Хвала Опять только Поприветствовался И голубой Орел Он нежно Меня начинает Прямо Обхватывает Своим крылом И я начинаю С ним перемещаться Слава Тебе Слава Тебе Мы начинаем Снижаться Я вижу Указатель Внизу Стоит на земле Где написано Харьковская область Начало Харьковской области Не знакомы Эти места Где она Начинается Это та Сторона Харьковской области Где Дорога на Полтаву Кременчуг Черкасс Киев Киев Мы приземляемся На землю Прямо Возле Мужчины Он Он облечен Весь Белоснежной Одежды И в руках Его Большой меч Он Поворачивается Ко мне И говорит Я Пророк Самуил Бе Машины Масы Редес Энтер Энек Эрэ Эст Энтер Энек Эрэ Эхайра Аллилуйя Слава Тебе Господь И он Мне Говорит Начало Харьковской Области Где Я Открываю Врата Правосудия Который Мне Доверил Господь По Всей Украине И Украина Станет Страной Правосудия И он Мне Дает В руки Большой Меч Говорит Возьми Его Я Беру Этот Меч Я Не Чувствую Хотя Он Большой Что Он Сильно Для Меня Тяжелый Самуил Смотрит На Меня И Говорит Этот Меч Меч Левче этот меч, говорит он мне. Мы сейчас начнем с тобой перемещаться. Мы стремительно летим. Я вижу под собой город. Я вижу надпись над этим городом. Все церкви Украины собраны в этом городе, гласит эта надпись. Мы приземляемся с Самуилом, и он не говорит. Этот город ты сейчас видишь в духе. Здесь собраны все церкви. И я вижу, как все церкви, они собраны как в одно. Одна прямо на одной. И мой взор вмещает это все. В духе мне они так показаны, как вот, как вообще, как вот, как такая кучка, даже небольшая, все в одном. И Самуил мне говорит. Занеси этот меч. И разрубив все эти церкви напополам. Махаба эхо. И я вижу, как меч прошел прямо внутри этих церквей. Самуил смотрит на меня внимательно и говорит, смотри, что будет дальше. И я вижу, как из одной разрубленной части этих церквей начинает выползать много змей. Прямо целые клубки, они кишат. Различных видов змеев. Гадюки, кобры, питоны, полос, ужи, куча. Они все прямо как подразделены клубками. Вижу клубок большой, гадючий, прямо черная гадюка. Кобры, много змей. Прямо выползают с одной половины церквей. И Самуил мне говорит. Приходит время. Что царство Амалика наступает полный конец в церквях Украины. И эти змей, которые ты видишь, которые выползают с одной половины церквей. Это все царство тьмы. Царство Амалика, которое есть мерзость перед Господом. Это вся та половина церквей, которые не имеют почтения. К первенцу Израилеву. Первенцу Отца. Это вся та половина церквей, которые принимают полное участие в язычестве этого мира. Посмотри, сколько их. Этих змей. Каждая симфолизирует ложь и похоть этого мира. Это то, чем наполнены эти церкви. И Самуил мне говорит. Теперь занеси опять меч. И разруби полностью эту половину, которая кишит змеями. И после этого взмаха меча я вижу, как все эти змеи, они начинают. Гореть. Самуил смотрит на меня и говорит. Это огонь Духа Святого. Палец всю нечистоту в половине церквей Украины. Самуил мне говорит. Теперь поверни свою голову и посмотри на другую половину церквей Украины. Я вижу, как с этой разрубленной со всей части, по всей ее половине, прямо вываливается много сумок, больших, набитых, чемоданов. Эти чемоданы начинают раскрываться. И я вижу очень сильно много денег. Прямо целые, ну, наверное, банки всего мира. Много денег. Продолжают сыпаться эти сумки, заваленные деньгами. Я вижу в них различные купюры, евро, доллары, рубли русские, гривни. Куча, куча денег. Они прямо вываливаются. И каждый раз, когда вываливаются эти сумки и чемоданы, сумки разрываются, чемоданы раскрываются. Я вижу денег. Их очень много. Теперь вижу другие сумки. С них вылетают золотые слитки. И по виду очень сильно золотые слитки. Такие прямо большие. Варамаренеке хайло. Это то, чем наполнена другая половина церквей Украины. Смотри, говорит мне Самуил. Они наполнены процветанием и похотью этого мира. Их бог Мамона, Махамгех. Занеси меч над этой половиной церквей, говорит мне Самуил. Руби, говорит мне Самуил. И я начинаю видеть, как все эти сумки, чемоданы и все остальное, даже золото, все начинает гореть в огне. Самуил смотрит на меня и говорит. Огонь Духа Святого. Даже спалит все это золото, которое ты видишь сейчас физически. И я вижу, как все это начинает гореть. Все сгорает дотла. И я вижу, как все эти церкви горят полностью, с одной и с другой стороны. И Самуил мне говорит, провозглашай. Восстановление скинии Давида на земле Украины. Во имя Ишуа, Царя Славы, я провозглашаю восстановление скинии Давида на земле Украины. Ахай. Меримаро фо фо кидидеяха. Амэн. И только я провозгласил, и я вижу сейчас в духе, как появляется небольшое количество людей. Я вижу, как они начинают месить раствор. Вижу, как приезжают машины с кирпичом. Я вижу, как начинают складывать, как определенное какое-то здание, но оно какое-то необычное. Я вижу, что это строительство идет очень сильно быстро. Вижу, привозят все больше и больше различных стройматериалов. Вижу целые, как золотые плиты. Серебряные. Вижу плиты полностью обрамленные в драгоценных камнях. Вижу, везут новые кирпичи. Они как слитки золота. Я вижу, что идет сильное и большое строительство. Я вижу, как людей начинает прибавляться. И я вижу, как выстроилось одновременно большое и как не очень большое здание. Я вижу, что на этом здании, наверху, прямо на крыше горит огонь. Самуил смотрит на меня и говорит, это огонь славы Святого Духа, который будет гореть в восстановленной скинии Давидовой на Украине. Зайди вовнутрь этого здания, говорит мне Самуил. Я захожу. И я вижу внутри этого здания, которое внутри обролено все драгоценными камнями. Оно просто сверкает. И я вижу не очень большое количество людей. Я не знаю, их может тысяча, может полторы. И Самуил мне говорит. Это верный ходатайственный остаток. Ходотай Украины, которые собраны здесь. Которые не преклонились перед похотью этого мира. И через них Господь восстановит скинию Давидову на Украине. Смотри на них. Внимательно, говорит мне Самуил. Ты будешь видеть знакомые лица. Эти лица начинают мелькать у меня перед глазами. Самуил мне говорит. Сейчас слово в слово будешь повторять за мной. Прямо внутри этого здания. То, что я буду говорить тебе от моего отца в сыне. И я начинаю слышать такие слова. Самуил мне говорит про возглашай. Во имя Ишоа Царя Славы. Я провозглашаю. Восстановление скинии Давидовой на Украине. И река этого восстановления. Целое море и океан этого восстановления. Двинется. С Украины на Россию. И двинется дальше по всему лицу земли. Менеха Махадыки не СНДД. Я вижу как это море и океан. Они просто хлынули. Хлынули земли Украины. Я вижу они начинают затапливать всю землю. Махай. Самуил мне говорит. Провозглашай золотую жатву. Выходящую с Украины по всему лицу земли. Во имя Ишоа Царя Славы. Я провозглашаю золотую жатву. С Украины по всему лицу земли. Амин. Джима Маха Маме Декей Хайда Радара. Ху. Амин. Честно говоря, что-то я устал сегодня за день этот. Необычно. Когда сила Божья на тебя сходит. Как бы силы уходят. И ты чувствуешь, что ты живешь просто по милости и благодати Исущего Творца. Братья и сестры, молитесь. Кто будет смотреть это видео. Продолжайте провозглашать то, что вы сейчас слышали. Это не то, что я там провозглашал. Это для всех провозглашение. Будем ожидать. Аллилуйя. Аминь. Мир Божий. Шестой раз. Посылаю вам шалом Божий. Приветствую. Шестое. За сегодняшний день. Сейчас начнется определенного рода опять видение. Я вижу опять танцующего голубого орла в моей комнате. Я вижу, какой он радостный и сильно довольный. И он начинает прямо махать вот так крыльями. Я прямо чувствую дуновение, которое меня охлаждает с его крыльев. Я вижу, как дверь в мою молитвенную комнату открывается. Заходит мужчина. Одетый в яркие и красивые одежды. Мир Божий. И эти одежды обрамлены все дорогие, дорогостоящие камни. Они прямо сверкают на нем. И он мне говорит, я пророк Иезекииль. И он заходит, и я вижу, напротив меня стоит кресло. Он заходит и садится прямо в это кресло и смотрит на меня. И он мне говорит, Я послан Отцом, и я буду беседовать с тобой, Игорь. Говорит пророк Иезекииль. И он мне говорит, многие люди стали говорить о тебе, что ты чуть ли не вызываешь мертвых, но я говорю тебе то, что есть с неба. Чистую истину. Они лгут на истину. И они лжицы. И если они не покаятся, они будут судимы. Ибо все то, что начало происходить с тобой в последнее время, говорит Иезекииль. Это такие же вещи, которые я переживал во время своего земного служения Отцу. И Бог будет погружать тебя и еще некоторых людей, живущих на этом лице земли, в очень глубокие видения и перемещения. И я пришел известить тебе то, что есть от Отца в Сыне. Ибо я был на земле тот пророк, который перемещался и не раз в Духе. Начинается грандиозное поднятие пророческого служения, говорит Иезекииль. И оно начнется с Украины. И начнется грандиозное перемещение в Духе. Грандиозные видения. И многие будут переживать такие вещи, которые раньше и не видели. И не могли думать, что будут видеть. И то, что ты, говорит мне, Иезекииль, видишь Игорь с открытыми глазами, это дар с небес. Прими, ибо это святыня Отца. Он будет перемещать тебя и в другое, и в другом измерении. И Иезекииль мне говорит, я принес благословение Отца. Для Украины. Начнет подниматься то, что начало забываться, что для многих звучит, как забытое старое, говорит Иезекииль. Начинается эпоха пророческого служения. Та, которая была в времена древние. Я не говорю, что все, говорит Иезекииль, но многие, но эти многие будут малым остатком. Будут серьезно перемещаться. Это начнется с Украины. Они будут видеть широкомасштабное видение. Они будут заходить на небеса, как себе домой. В свои дома и квартиры, говорит мне Иезекииль. Таких же людей, говорит мне Иезекииль, Господь сейчас поднимает и в России. Но на Украине будет лежать особое благословение перемещения в духе, говорит мне Иезекииль. Уровень веры начнет подниматься в пророческом служении. И люди будут свободно перемещаться с земли на небеса. Но делаться это будешь лишь только по воле Отца, в Сыне, в Духе Святом. Иезекииль мне говорит, голубой орел, который находится возле тебя, это дух откровения, это дух пророческий. Это дар Господа, орел, прилетевший с самих небес, в твою жизнь. И этот орел будет посещать не одного тебя. Уже Отец избрал людей, которым будет приходить этот орел. Дух пророческий. Иезекииль мне говорит, передай очень важное слово от Бога моего, верующему народу. Господь говорит, говорит Иезекииль, житницей. Она соединится в одно, духовно с Израилем, и будет очень благословенной страной. Что бы ни происходило в этой стране, какие бы ни начались перемещения в политическом мире, но Бог призрел на Украину, и Он называет ее своей дочерью, Игорь, то, что ты слышал неоднократно в пророчествах. И перемещение в духе начинает сильно высвобождаться на украинской земле. В сердцах верующих, в их духе. Пусть верующий народ примет это помазание. Иезекииль мне говорит, передавай сейчас это помазание. Оно сойдет на тех, кого уже предизбрал Отец. Пусть помазание этой силы, этой славы, перемещение в духе, сходит на тех, кого предизбрал Господь. Аллилуйя. Для славы Отца, Сына и Святого Духа. Во имя Ишоа. Амин. Сына и Святого Духа. Братья и сестры, будьте благословенны. Честно говоря, я уже устал. Плоть все-таки она, есть плоть. Будем ожидать седьмое посещение. Пусть Бог вас благословит. Амин. Шалом, друзья. Мир Божий всем и каждый, кто будет смотреть это видео. Слава Господу. Сейчас у нас на Украине, начало пятого утра. Дух Святой идет в молитве. Наполнение продолжается. Дух Святой побуждает меня говорить о сердце и о посвящении нашим Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Я уже когда-то затрагивал тему посвящения, Дух Святой меня ввел в этом. Просто веди нас благословенный Руах Хакодыш. Дух Святой, веди нас так, как ты хочешь. Просто говори нам то, что ты хочешь нам сказать. Благослови нас. И пусть все то, что ты хочешь сказать твоим детям, твоему народу, Господи, равно как послушным, так и непослушным, пусть будет высвобождено в твоей силе. В силе твоей любви, в силе твоего милосердия, в силе твоего сострадания, благословенный Дух Святой. Ты самый родненький, ты самый родной, ты самый близкий, ты все, что у нас есть. Просто говори с нами. И погружай нас еще больше в полноту посвящения. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Амин. Слава тебе, Господь. Хвала тебе. Пусть твое помазание, помазание твоего шалома, твоего шабата, твоего покоя, Дух Святой изливается на нас. Изливается на нас силой любви и силой святой милости. Во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Отец. Сильное присутствие в Божьем, Аллилуйя. Как вот такое состояние, как пьешь, пьешь до краев. И как бы нет ни конца, ни края этой просто живой воды с небес. Она льется и льется потоками Его славы. Потоками Его славы. Пусть просто Он напоит вас потоками Своей славы во имя Иисуса Христа. Пусть потоки Божьей славы просто изливаются на вас. И пусть Господь открывает вам глубоко ваше посвящение перед Ним. Господи, я молю Тебя, чтобы сейчас наши сердца открылись с готовностью принять ту пищу, ту живую воду, которую Ты хочешь просто оросить наши сердца. И ту пищу, которую Ты хочешь просто накормить наши сердца. Накормить чрезмерно. Мерой Твоей. Мерой Твоего благословения. Во имя Ишо. Слава тебе, Отец. Кто будет смотреть это видео, кто из вас долго не может получить крещение Духом Святым, просто принимайте. В Слове Твоем сказано, Отец. Если вы даяния благие умеете давать детям вашим, когда злые, я не говорю буквально, смысл доношу, то тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Просите у Него Духа Святого. Те из вас, кто еще не получил крещение со знаменем иных языков, просите более. Он прямо сейчас будет изливать на вас. Если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Дух Святой изливайся. Те, кто чувствует, что как-то застыл, начал как бы вообще засыхать, пусть Дух Святой сейчас и зальется на вас. Принимайте Его благодать. Пусть вас посетит огненное крещение Его славы. Во имя Ишио Царя Славы. Амэн. Слава Тебе, Господь. Вы знаете, кто чувствует, что у него пошли какие-то сбои в вере перед Господом, или как-то застыли, или просто ленитесь. Ленивых очень много верующих. Я знаю это. Это самый страшный порог, который вообще существует среди верующего народа. Это лень. Духовная лень, которая просто убивает и поражает сотни, сотни тысяч, 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 тысяч верующих людей. Дух Святой сейчас говорит вам, обратите ваши сердца ко мне. Отдайте мне ваши сердца, а посвятите ваши сердца мне. Экех. Если ваши сердца не будут посвящены всецело Господу, и сердца идут, идут помыслы, и сердца идут источники жизни, и сердца идет много и очень много. Если вы не посвердите ваши сердца Господу полностью, то вы будете жить в поражении. Вы можете дословно, почти наизусть знать Слово Божье, Святое Письмо, цитировать его. Вы можете проповедовать, это будут мертвые проповеди. Можете петь псалмы или прославления. Эти песни будут без помазания. Можете много рассказывать, можете даже евангелизировать, но без посвящения вашего сердца вы не будете ходить в полноте перед тем, кто сотворил вас по образу и подобию своему. Икеах. Дух Святой говорит многим и многим из среды Божьего народа, пересмотрите ваши посвящения. Пересмотрите ваши посвящения перед Отцом Славы, перед Спасителем вашим и Господом Ешо. Пересмотрите ваши посвящения ваших сердец. Пересмотрите ваши посвящения передо мной, говорит Благословенный Руаха Кодыш, Дух Святой. Посвященное сердце перед Богом будет всегда платить цену в хождении за Ним. Вы слышите, что я говорю? Я уже когда-то давно говорил в видео, может недавно, я не помню, два или три месяца назад, о цене посвящения, о том, что нам надо платить цену. И Дух Святой меня опять возвращает к этой теме. Он мне прямо сейчас говорит, что в теле, в среде Божьего народа, просто дефицит посвящения перед Ним. И Дух Святой сейчас подтверждает это на все сто процентов, что это дефицит посвящения перед Ним, перед Спасителем Славы Ешо. Дух Святой говорит, что у многих посвящение оно поверхностное. У многих посвящение оно полумертвое или вообще омертвелое. Пустословное посвящение, говорит Дух Святой, которое не несет за собой плодов и не несет реальности хождения в духовной жизни в силе воскресшего Божьего Слова, когда оно воскрешает вот здесь, в посвященном сердце. Возвращайтесь. Те, кто чувствуют, что у него пошел какой-то сбой, возвращайтесь к Отцу. Он примет вас, говорит Дух Святой. Возвращайтесь к Нему. Возвращайтесь к Нему. Он примет вас, как принял когда-то блудного сына. Возвращайтесь к Нему. Сейчас Дух Святой мне говорит, что будут люди, которые во время просмотра этого видео просто на них будет очень сильно сходить Дух Святой. Именно на тех людей, которые отошли от путей Господних и которые стали в застывшем состоянии. Дух Святой говорит, что они будут в плаче, в трепете и в покаянии просто сейчас при просмотре этого видео, при высвобождении Его Слова каяться. И Дух Святой говорит, что Он будет одевать вам самые лучшие перстни Отца на ваши руки. На кем-меке, а как? Перстни. Перстень, который Дух Святой называет возвращением к Отцу. Там, где Отец примет вас со всей любовью и оденет на вашу руку самый лучший перстень с Его Царствия. Меке. Тот перстень, который как знамение, что Он любит вас и очень нуждается в вас. Возвращайтесь к нему, говорит благословенный Дух Святой Божий. Эки-меке-ха. 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 Эки-меке-меке. Слава тебе, Отец. Посвященное сердце перед Богом всегда будет платить цену. Друзья, я это говорю не пустые слова. Я говорю из того, что я переживаю сам или из того, что я пережил. Многие слышали о книге, которую мы показывали. записывали видео. Сейчас приезжают люди. У нас осталось немного. Мы раздаем им, додаем то, что у нас осталось. Сердце апостольства на Украине. Дух Святой мне разрешает уже свидетельствовать об этом. Я когда-то говорил, записывал видео за посты. Эту, эту книгу сердце апостольства на Украине я получил в 2009 году. И я свидетельствую об этом. Я свидетельствую о Божьей славе. Я отдал свое сердце Господу, посвятил его сердце Ему со всеми своими недостатками, со всеми своими грехами. И у меня происходили неоднократные падения. Но я все время бежал к отцу. И он призвал меня в 2009 году на 40-суточный пост. В течение первой недели, дня 4 или 5, я уже не помню, я вообще ничего не слышал от Господа. И он нежно меня учил, нежно меня воспитывал принимать причастия каждый день. Это все началось тогда, в 2009 году с этого 40-суточного поста. Вел меня духом отец и давал мне пить только воду, зеленый чай и немного сахара рафинада, который я съел, где-то около кило 200 за весь 40-суточный пост. Это была вся моя еда. Слава отцу. И тогда я начал просто познавать глубину любви отца ко мне и что значит платить цену вхождения за ним. Я мог не входить в этот пост, я мог отказаться, но я услышал этот Божий призыв внутри себя. И через 4 или 5 дней, я не помню, Господь начал мне диктовать прямо я записывал все в тетрадь определенные откровения и в конце он мне сказал назовешь эту книгу сердце апостольства на Украине. Она вся моченная слезами, слезами ходатайства. где-то после 10 дней поста просто когда я садился я начинал получать с меня просто текли слезы ручьями. Это был пролит, ну очень много было пролит слез и я не понимал тогда вообще что Бог со мной делает. Я переживал очень сильное сокрушение в духе и в сердце. Господь давал мне новое сердце, Он его чистил. Тот свет который входил в меня через эти откровения Он очищал меня еще больше. Почему сейчас так много через наше служение идет высвобождение именно за Украину? Я это еще слышал в 2009 году. Это мое ведение от Господа что Он сильно благословит Украину. Какая бы ситуация сейчас не происходила в нашей стране Он это сделает. И Господь сейчас именно ищет посвященные сердца перед Ним. Я помню когда я вышел с этого поста и возвращался домой я ехал вообще в полном сокрушении. я похудел почти на 30 килограмм и дальше после этого поста Дух Святой меня вел далее и открывал мне определенные свои горизонты свою долготу глубину широту высоту высота это как бы отдельная тема и нам ее надо достигать постоянно посвященное сердце и почему я рассказал за этот пост я уже когда-то свидетельствовал я говорил это как напоминание мне о том что Господь он приходит на посвящение я ему сказал я хочу отец исполнять волю твою и я сразу уже был испытан в этом если вы сегодня хотите исполнять волю его вы будете испытаны и вы будете платить цену вхождения перед ним сейчас много еретических учений которые кричат что Иешуа уже заплатил всю наш благословенный Господь и Спаситель царь славы Иешуа он заплатил всю цену наш Господь Иисус Христос но есть та цена которую мы должны платить вхождение перед ним и если мы не посвятим наши сердца перед ним все это будет пустословие это будет мертвая вера и мертвые плоды и все вытекающие нехорошие вещи которые мы сейчас наблюдаем в очень многих местах много слов много речей и почему когда некоторые люди мне задают вопросы а с какой вы церкви а кто ваш пастор а кто ваш тот а кто ваш тот а почему у вас там были какие-то проблемы вас там выгнали может с какой-то церкви или еще что-то я вам хочу сказать задают такие вопросы в первую очередь люди которые совершенно не имеют посвящения вы слышите что я говорю которые совершенно не имеют посвящения перед богом посвященный человек чье сердце посвящено творцу он знает дела духа святого он чувствует его запах он чувствует его движение он вдыхает его божественный фимиам с небес он вдыхает запах царствие небесного он движется в его силе икеях слава тебе господь невозможно выразить все слова благодарности всемогущему богу отцу сыну и духу святому за за все то когда мы входим в посвящение и платим цену вхождения перед ним за ту благодать за тот шаббат который он изливает в сердце так хочется чтобы все вкусили это но каждый понесет свой крест и каждый будет лично отвечать перед богом вас не спасет церковь вас не спасет домашняя группа или домашняя община она вас не спасет если это церковь живого бога там где течет сила духа святого вы получите в этой церкви поддержку от тех кто также движим духом святым поддержку дружбу и будете пребывать вместе с этими людьми в завете славы нового завета молиться вместе с ними но каждый будет отвечать за свое хождение перед богом никто не сможет за вас понести ваш крест я сейчас слышу в духе этот призыв дух святой призывает войти в полное посвящение ваших сердец перед ним пересмотрите сейчас насколько ваши сердца посвящены ему если ваши сердца полностью не посвящены ему а не посвящены чему-то другому вы не исполните его волю это не шутки а его воля она благая угодная совершенная вы не исполните его волю после этого поста которым я свидетельствовал у меня было ну много других определенных духовных вещей которые я просто делал в послушании и даже когда я ошибался и падал мой отец меня укреплял и показывал мне чтобы я больше не делал определенных вещей и напоминал мне о моем посвящении перед ним я вам говорю что если вы полностью посвятите ваше сердце ему даже если вы споткнетесь и упадете он вас моментально поднимет потому что его завет через его сына нашего господа и спасителя иисуса христа он вечный и если вы отдали свое сердце на полное посвящение ему и вы упали сильно упали разбились он вас моментально поднимет потому что он помнит о своем завете и он помнит об избранных своих никогда никого не спешите судить следите за вашим личным посвящением перед богом я не говорю о том что мы должны обличать дела привыкли прикрывать подложную любовь или делать с определенных людей каких-то идолков идолков идолов этого нельзя делать если вы будете ходить в полнейшем посвящении перед богом то вы будете почитать божье помазание на тех людях которых ведет дух святой и вы будете обличать дела тьмы вы не сможете молчать потому что дух святой вам будет говорить чтобы вы говорили когда сердце посвящено господу вы должны быть готовы к всему я возвращаюсь опять к тому дух святой меня ведет это сказать о том что вам придется платить цену множество дьявол наделал сумбура навел и немного пытался пошатнуть посвящение верующих перед богом многие продавали свои квартиры делали это вообще ища или преследуя какие-то свои цели или впадая в какое-либо обольщение почему это с ними произошло потому что не было полного посвящения перед богом а есть люди я знаю таких которые полностью отдавали все свое имущество и шли за господом я знаю таких людей и отец живет в таких людях и он ведет их и благословляет их и не оставляет их вспомните что написано в деяниях люди люди не боясь приносили все к ногам апостолов и те делились чтобы всех было все поровну бог нас хочет вернуть к истине к его первой и святой церкви к его первой и святой общине к апостольской общине это и есть полное посвящение когда ты готов отдать все когда говорит тебе отец он знает лучше что надо для тебя сейчас есть множество призывов о сеянии я говорю сейчас конкретно о финансовом сеянии но иногда просто это смешно слушать смешно сквозь слезы как просто людей обдирают выдаивают их как коров или стригут как овец прямо чтобы лысые были полностью манипулируют этим это не апостольская церковь верующие той первой апостольской церкви они отдавали все без всякого принуждения и манипуляции единственное о чем напоминал апостол чтобы собрали чтобы не было какой-то суеты в одном из посланий а сейчас мы слышим много реплик о десятинах о пожертвованиях о строительствах того и того о репцентрах Дух Святой говорит я в этом не живу это это вы строите для себя говорит благословенный святой руха кодыш я действую по-другому говорит благословенный святой божий дух я побуждаю сердца людей отдавать это без всякого принуждения и манипуляции и манипуляции Дух Святой то что будет служить для созидания тела говорит Дух Святой тело Христово а тело Христово говорит благословенный руха кодыш Дух Святой созидается без всякого принуждения без всякой манипуляции и контроля где все делается в любви будем внимательны к Духу Святому Отец тебе слава многие говорят тебе что ты обязан делать то что ты обязан делать это это все манипуляции обязан мы только одному спасителю и то он не заставляет нас это делать он предлагает нам он призывает нам если ты он призывает нас если ты отдаешь ему сердце такое какое у тебя есть со всеми твоими недостатками и пороками говоришь господь возьми и сделай все то что хочешь ты и кей ходоках и господь сделает он не замедлит но на ваше посвящение придет испытание я говорю из того что я пережил и переживаю оно придет по любому если вы говорите что либо кому либо без того что вы сами прошли или без посвящения ваше сердце перед богом ваши слова не будут иметь никакого помазания никакой силы это будет пустословие киды киеха киеха а господь этого не хочет он хочет чтобы вы поднимались на его высоты чтобы вы прославляли его и я говорю вам что он прославит тогда вас я знаю людей которые у которых доходило просто до того что они не то что кричали они имели такое возмущение вот было пророчество вот было слово почему ничего не происходит но я видел как эти люди они совершенно ничего не делали не ударяли даже палец а палец они хотели чтобы было как в сказке щелк сел Емелька на печку и поехал и поехал и благодать пришла такого не будет если ты посвятил свое сердце искупителю то запомни ты будешь испытан и тебе придется платить цену в хождении за ним легкого пути не будет даже не ожидайте его будет дана благодать и чрезмерная благодать чтобы мы прошли этот путь пусть дух манипуляции и контроля во имя Ишуа Царя Славы просто связываем тебя и разрушаем все твои дела нечистый дух контроля и манипуляции и повелеваем тебе убираться прочь места безводные и пустынные от тех кто прямо сейчас во время твоего слова Дух Святой решит отдать свое сердце в полном посвящении тебе и мы и мы повелеваем всякому манипуляцию и контролю убираться прочь от народа Божьего из тех кто выбрал следовать за Господом до конца а во имя во имя слава отец сильная очень присутствие помазания пьешь пьешь и это вода это святая живая вода она просто не кончается вино небес вино Святого Духа будет напоенным каждый кто идет за Господом каждый в свое время принимайте друзья то что Господь хочет вам сегодня дать дорогой Господь просто приди сейчас огнем Твоего Святого Духа еще больше во имя Ишоа Царя Славы у кого из вас есть какие-либо проблемы кого коснулось сейчас то что было уже сказано то что вы услышали давайте молитесь вместе со мной дорогой Господь я раскаиваюсь в том что мое сердце было не до конца посвящено тебе я постоянно искал причину в ком-то оправдывался какими-либо делами пустословил надмивался евангелизировал тоже по надмению своему или вообще ничего не делал или просто мои руки и ноги просто аниме онимели и начали мертветь надежной 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 и самый верный мой друг дух святой прости меня макиях я отдаю тебе свое сердце возьми его и делай с ним то что хочешь ты я посвящаю свое сердце полностью тебе во имя ишуа царя славы амин пусть слезы господи радости и керих оросят глаза многих и многих от присутствия твоей славы от того что они начнут посвящать свои сердца тебе пересмотрят свое хождение перед тобой и будут следовать за тобой макия на керих чтобы прославить тебя родного любимого верного надежного и всемогущего Бога макиях принимайте макиях принимайте те кто открыл сейчас свои сердца принимайте принимайте силу от Духа Святого и в первую очередь его любовь будьте благословенны пусть Господь сильно сильно вас наполнит во имя и шоцаря славы аминь